все запись видео теперь поехали смотреть поехали поехали вторая дом пачка подряд просто долбим на этом же стриме сейчас должно быть что-то супер офигеть так что надеюсь будет супер офигеть не узнаю него знаю прочку какая-то бешеная опять верно будет дождя это не та группа которая на гормонов похоже который мы тоже смотрели на петопачки да а ну все тогда балдеж о хорошо пошло вот это кайф просто слушайте долбанутые бешеные трио группы из японии ха ха бедный чувак просто не готов о нормально вот так и надо на ударках играть просто берешь что это просто убегаешь а это чё это эти что ли я сначала вылезу какие-то хлопушки жесть клип кто за чёки мы страдались тарник это явно не нравится а они бас нету он баси ст что вон бас Есть баст, басистка, обычная вокалистка и бешеный ударник. Вот что они, что Sakoninaru, что собственно Kikey тот же самый из... Точнее не сам Kikey, а его группа, вот эта вот, которая никогда в жизни не запомнит, называется. Ну вот все поняли. И еще какая-то была помненькая группа, тоже похожая. И тоже смотрели. Чуть интереснее. Не, ну это кайф, это кайф. Такие группы прям вообще балдеж. Как бы запомнить, еще правильно как они называются. Ну это охарительный клип, что происходит. Я еще час на секунду даже подумал, что это у меня глаза замылились. Лоп. А вы походу переборщили что-то, да. Столько песен, добавляют плейлист. Ну, что поделать. Лучше сейчас реально добавляют. Ну хотя, не, я же все равно потом... Если... Когда выложу, я все равно зову песню. Просто говорю, вот например, у меня 13-я пачка сейчас скрылась, потому что там вот урстейси гребаные желтую монетку дали. Их придется вырезать. Будет пачка без них. Уже. К сожалению. И вот такое иногда бывает. Я вот очень боялся, кстати, за последний ролик, что такое может быть, типа, когда особенно с газетами. Что типа через какое-то время, типа, газеты могут... Какой-нибудь блог дать. Ну, кстати, они и могут до сих пор это сделать. Но надеюсь, этого не будет. Ладно. Короче, вот эта группа... Вот мне переводчик очень странно переводит. Ябаю Тишатсу Ясан. Так они называются? Опасный магазин футболок. Называется. Ну, предположим. Ладно. Ну, короче, ее надо запрямить. Я все хочу ее послушать. Все никак что-то не это. Давай я подпишусь на них, чтобы не забыть. Так, а вот теперь... Теперь-теперь давайте перейдем на донич не от Legalize. Единственное сегодня. Послушаем Darknet. Darknet, кстати, мы слушали уже. Мы слушали, по-моему, на какой-то из донатных именно патчек. Не таких, как сейчас я делаю на второй канал, а вот именно донатных именно патчек. Кто-то мне их донил, помню, за полноценный прайс, скажем так. Я что-то у них смотрел. Но сейчас мы посмотрим просто обычный дончик. Пульс трек и флэтлайн в скобочках. Не знаю, что это такое. Вот. Там вроде что-то небольшое. А хотя три минуты. Три минуты. Но там не клип, там просто какая-то то ли картинка, то ли что-то такое будет. Вот. И это не New Metalcock. Ну, то, что Darknet не Metalcock. Кстати, он неплохой не у Metalcock-то, на самом деле. Я помню, то, что я слушал, тогда мне в целом понравилось. Так что нормально. Я думаю, сейчас тоже забалдеем. Буду скачать по новым песням Verge. И слушал со старта, застал прошлую группу. Медийно. Вот медийно я не знаю. А то, что Verge развалились, да. Видел, слышал. Ну, блин. Печально. Но с другой стороны, вот лично я, лично я не удивлен. Потому что это я уже тысячу раз говорю, что вот эти все новые группы, они, ну, по сути, такие полуоднодневки, на самом деле. То есть они могут хорошо звучать, вот. Но в целом, в целом они все звучат или с минус, да. Как вот, опять же, вот VK, обыкновенный, как я его люблю называть. Я от них как-то особо многого и не жду. То есть я всегда думал, что, ну, типа, вот группа Аля Горш, всякие там ЗАЗы, ЗАНВАЛы и так далее. Я не думаю, что они много просуществуют. Ну, что они прям просуществуют настолько много, что прям про них там считали, что они какие-то бати там, да. Ну, то есть даже Кизу до сих пор, я считаю, что Кизу могут в любой момент, типа, распасться. Это будет, ну, ничем таким сверхъестественным это не будет. То есть вот если какие-то газеты распадутся, вот это будет, ну, типа, это прям, ох, ни хрена себе, что будет, да. Вот. А вот эти новые группы пока еще, пока еще, типа, ну, лично для меня, опять же, только для меня, они еще пока не доросли до того уровня, скажем, до вот этой высшей лиги, чтобы так прям совсем печалиться от них. Ну, да новую соберут, скорее всего. Вот верши распалась, из них соберется как-нибудь новая прикольная группа. Ну, я уверен, почти так не будет. Так что подождем, увидим. Вот. Ну, и как бы песни никуда не деваются, песни всегда можем послушать. Ну, я сказал, что это не металлкорн. Да, ну, что-то не металлкорн. Да, давайте, короче, послушаем Даркнет. Единственный дон от Айсаки. Поехали. Ну, да, они и тогда звучали, в принципе, неплохо, достаточно. Четенько так, со всякими жужжалками, перделками. О, нормальный подождем. Вот такой рапкорчик. Закосно, чистый ванал. Не, прикольно. Прикольно звучит, в целом-то, достаточно кайфово. Просто, может, не так прикольно, как, опять же, всякие там альфа-вульфы, да? И вот то, что я подчислял в начале. То есть, оно такое, типа, чуть больше фоновый такой, не металлкорн. Ну, вполне все хорошо. То есть, я бы такое послушал, с удовольствием. Да-да, прям, качевенький, прям, момент родной. Они побирали себя с гитаристом, его уволили. Нет, это же один гитарист, вроде. Гитарист не найти ничего может. Нет, Типи зашел. Меня напомнило, этот трек прям про меня. А, о чем тут? Чуть круто, ну да-да-да, чуть хорошо. Концов, вообще. А когда концов? Сейчас, как уберегусь. О-о-о-о, нормально. Да, хорошо-хорошо. Видос, кстати, ладно. Я упоминал на видос, но вот, конечно, видосы хорош. Ну, драмчик пошел какой-то внезапно. Ну, как я понимаю, кроме драмчика ничего не будет. Да нет, крутой трек, мне понравился. Прям красиво. Такой, вполне себе годненький, минимый толпок. Ну, получше, чем у те олды 12-го года. Че, вот, на голову получше, чем те олды, вот честно. Это хотя бы такое, типа, мощненькие все дела. Ну, то, что и нужно, минимый толпок. Так что, спасибо огромное за дом. Нормально, вполне себе. Красиво. Ну, и, говорю, конец. Конец видоса прям порадовал. Я думал, он до конца будет крутиться. А они прям вот это начали долбать. Это красиво будет. Прикольненько. Так что, нормас. Так. О том, что он стал притворяться тем, кем не являюсь. О-о-о, ну, это вечная проблема. Это вечная проблема людей. Зачем из-за этого распускаться, не понимаю. Ну, не знаю, хочется сказать типичные японцы, потому что у них какая-то прям беда с этим, типа. Ушел гитарист, ну все, типа, распадаемся. Типа, а че, а че без гитариста? А второй гитарист еще не справится, все? Или он был этот гитарист, который у них ушел? Это дофига. А тем, кто писал треки, что ли, или что? Не, ну это знаете, вот мы, например, в радиотехнике, да, играю я, вот второй гитарист и Тёма, который там главный. И если вот сейчас вот внезапно из радиотехники такой Тёма, все, я ухожу. Я ухожу радиотехники и оставляю вам группам. Ну, естественно, мы тоже ее развалим, нам она нахер не нужна. Ну, имеется тут, что мы там особо ничего не делаем. Но это одно. А у них там как-то по-другому выглядело. Не знаю. Короче, японцы странные. Вот они тоже, когда в хиатусы все эти начинают уходить. О, нет, ковид пришел, нельзя выходить из дома теперь. Ну, мы разваливаемся. А слышали японцы такое слово, как интернет, типа, и что можно дома писать, типа, алло? Ну, не знаю, короче. Вот говорю, вот есть вроде, ну, прогрессивные японцы, крутые, типа, которые делают интересно. А есть вот какие-то прям, ну, совсем олды, прям реально какие-то деды, которые, типа, пук-пук-пук и вот, и все. И разваливаются, и что-то ничего больше не делают. И это печалит, потому что, ну, типа, come on. Типа, неужели так все реально сложно? Ну, хотя, опять же, мы же не знаем всю кухню у них. Может, реально там сложно. Так. План, там, короче, два трека ресурса, так как для ритм-игр. В плане следующий, который будет. Так, ну, значит, жду Darknet The Retail Game 3. Ну, напиши куда-нибудь, напиши куда-нибудь в комменты, там, посмотрим, кто-нибудь потом-то. Ты играл в Minecraft? Да, играл. Играл, причем и в старый, и в новый. В новый мы играли с друзьями. У нас свой серф был. Minecraft топ, но одному в него скучненько играть. Донать уже нет смысла, правильно понимаю? Можешь, можешь задонить, если хочешь. Но тогда это точно будет последний дон, который я буду смотреть, потому что чуваки уже почти 7. А нам еще, ну, типа, смотреть несколько клипов. Я немножечко, ну, у меня уже голос немножечко даже задолбался. Но досмотреть мы досмотрим, в любом случае. Кстати, пошли посмотрим, что у нас дальше. К этому мы лайкос ставим. Ой, а дальше что-то реально странное. Сейчас. Я даже это скопирую, скорее всего, неправильно. Вот так. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот, что у нас дальше. Как это правильно читается и что это. Вот там, кстати, нет ни клипа, ничего. Но зато картинка прикольная, анимешная есть. И надеюсь, я то нашел. Потому что, как будто бы, оно могло... Нет, а это не саундтрек в каком-то аниме? Или что-то вот писал про игры? О, я вижу уже. Композер Тикей, Лусерис Тикей. Ну, сейчас будет кайф, судя по всему. Ну. Так, сейчас. Если за Донь, то будем смотреть на следующем стриме. Не-не-не, говорю, Островальд, если хочешь, Донь, прям сейчас. Мы посмотрим тебя последним. Но это будет, предупреждаю остальных, это будет последний Дон на сегодня. Остальное, да, уже на следующих стримах. И там ситуация уже будет 10. Так, прошлая группа Зигзак распустилась из-за ухода. Джин и Зигзак чуть не распались. Ну, вот хорошо, что не распались. То есть, потому что то, что они восстановились и так далее, нажимись. Так, ага, Ди приостановили их, я понял, где эти места. С тем, вот, насчет Ди непонятное. Я за ними, опять же, давно не следил. Они вроде что-то делали относительно недавно. Там трек или распустились? Фулклипы нет. Короче, это саундтрек ритм-игре. Ритм-играет в смысле по типу Осту или что-то такое. В интернете у нас с этим вышло два альбома. Надо их послушать, хорошо, полностью. Если не забуду, послушаю их на работе. Так, задарка, спасибо. Короче, называется это Эпсилона, да? А трек, не знаю, как называется, по-японски называется. Вы видите, как называется. Короче, поехали. Это что-то связано с Ти Кеем, какой-то саундтрек. Ну, как будто бы что-то прикольное должно быть. А, ну, короче, понятно. Как этим бешеным ритм-играм. Я вообще в них не умею играть. Я когда пытался в Осту играть, я, по-моему, дальше первой песни и не прошел. Но ребятки, знаю ребяток, которые прям в профи в этом деле. Ладно, послушаем. Короче, гон. Bang Dream называется на смартфоны. Обложечка прикольная. Прикольные анимешки нарисованы. Прикольные анимешки нарисованы. Прикольные анимешки нарисованы. Это мы на гитаре играли. Зартуальная группа. Да, это прикольный. Люблю зартуальную группу. Особенно, когда они анимешки. Обложка на Fnabe Hanabi. Ну. На Fnabe немного другой стилёк. В плане обложек. Блин, вот это, кстати, прикольно звучит. Это прям хорошо. Классный страйк, радувал. Спасибо, спасибо, да. Это бомб. Самое любимое. Да, вот это круто уже звучит. И в стиле Тикея, собственно. А это не он поет вообще так все это. Уж очень на него похоже. То есть, женский вокал я слышал, но вот что сейчас было. Как будто бы Тикея был. Не, не он. Ну, значит, очень похоже, кстати. Прям, ну, опять, в его стиле. Да, где ушли на перерыв 8 марта. Серьёзно? Прям вот именно в момент, когда я ролик выпустил Сенекита там про него сказал. Они на перерыв ушли. Воу. Да, это гитара была. О, ну, еще пошла возня. Ну, вот этот сегмент, прям вот именно. Как ни странно. Вот тут очень на Тикея похоже. Как будто это он прям он. Короче, мелодические рисунки мне тут нравятся. Прям очень сильно, прям очень хорошо. Но вот именно вот эти матроковые штуки мне не особо понравились. Но в целом вообще-то крутой трек. Как-то. Да, звучит прям очень хорошо, интересно. Ну, опять же, писк, продюсер Тикея, там не может быть, что он мне интересно будет звучать. Ну, и обложка крутая. Обложка отдельная, плюс спрощение. Короче, красиво-красиво. Да. Это было неплохо. Это было неплохо. Не побегу их прям слушать, но за это закинуся куда-нибудь. Так, дальше, кстати, тоже Тикея, судя по всему. Ой, господи, как это теперь скопирую так, чтобы оно вместилось? Ну, предположим, если я отсюда докопирую, вместится. О, вместилось, ура. Потому что там что-то большое прям. Так, вот это... О, сейчас будет какой-то анимешный клип, ребята. Так, пока я туплю и смотрю, пытаюсь что-то понять. Леголайс пишет в это время, да, про что это и что это такое. Следующая с аниме клипом, да. И это уже Тикея, как будто для себя писал. А что это, это для какого-то аниме прям, или они прям аниме клип просто сделали? Потому что, ну да, превьюшки там прям анимешные, мощные такие. У меня обычно такое не вкатывает, на сегодня что-то хорошо пошло. Ну, там, да, раз на раз там то бывает, то нет. Та же группа... Чего? Та же игра? А, та же игра группа другая. Окей. Окей. Ну ладно, поехали, посмотрим... Ой, господи, я забыл это убрать. Поехали, посмотрим тогда. Afterglow. Трек, опять же, японский. Ну, вы видите. Ну, это уже вместе с Тикеем. Прям с тем самым Тикеем. И... Вот уже полноценный крифак. Ну, да, его что-то анимешное. Ну, окей, да. В стиле Тикеем, на самом деле. Такой-то... Токио Гуи, типа, в новый сезон. Что-нибудь такое, типа. Я так поржал, я в Они Либрии просто смотрю в Токио Гуи. Ну, как и все, в принципе. Но они первый сезон очень рофельно перевели. Токийский монстр. Да, я так все-таки... Какой нахер-то мост. Ничего рофли. Ой, прикольная, кстати. Ничего еще. Прям люблю вот эту историю с челками. Покрашиваю. Ого. Ого. Не, тоже крутой трек, кстати. Прям. Ну, тут еще и видеоряд охрене. Берсерк 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 же, да? Черный клевер На фига там бас наваливает Черный клевер что-то знакомый Но по-моему не смотрел А Берсерк Старый Берсерк Это еще сейчас После манги его невозможно смотреть Берсерк Да я понимаю это прям клип-клип нарисовали То есть не по какому-то аниме Прям вот именно Клипашник, анимешник, это очень круто Блин, а где я видел референс Тоже такой девчонки Кроме того, что у меня есть такой референс у моего персонажа Прям вот с такими волосами Желтым Не, круто, круто, ну блин Все к чему прикасается детей становится Душевность плюс тысяча просто И как вот это называется И как вот это называется Короче не помню это слово Прям вот оно Все какое-то такое Анимешно Воздушное, при этом Толбанутое получается Уже все эти перенойзные гитары И вокалы, это прям Да, это прям Зашибись Подändert М autobiшее actic Как Отфера 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 офигительно да красиво так окей хоккей за этот рамп супер спасибо вот это прям очень хорошо было прям пока я бы такое прямо заслушала вина а пилосова группа резко вокалисты выглядел знакомы этого колеса змеи джебрей серьезно языка вим что-то знакомые как будто бы я даже знал об этом я думаю начать читать мангу при церкви где лучше читать где хочешь не знаю я как-то вообще никогда не зацикливался вот я первые где она ходил там читал я помню единственное человека бензопилу читал переводник каком-то где демона огнестрело называли пушка демона мне очень нравилось как любовь к днем а потом когда я смотрела аниме они его переводили вот именно как демон огнестрела и плени нет он пушка демон это ну это же тип просто роль фильме очень хорошо куда-то демон вот короче есть такие разные штуки типа но кто-то там переводит какие-то словечки там или какие-то фразы и шутки на дам кто-то не умеет но в целом берсерк берсерк можно пофиг у кого читать потому что мне про это там нет никаких шуток и всяких фраз берсерк это просто про жесть лютую на протяжении там очень-очень многие глав потом немножечко спадают напряжение это жести но но я советую почитать реально после того как вы читаешь берсерка смотреть вопрос невозможно потому что они my berser ну по сравнению с манге т日本 с мечи будет считать то что они закончены будут как нет там на самом деле там есть момент есть момент в берсерке который на самом деле можно посчитать таким не каноничному заканчиваем там что там есть момент когда вот прям заканчивается все как будто бы и потом херак и начинается новая арка и на этой арке кое-кто помер к сожалению но в принципе можно почитать до момента и почему такой момент типа там хэппи-энд даже условный вот и я вот говорю я вот до того момента когда я дочитал я еще думал так блин да хочу я вообще дальше читать герсерка потому что настолько ну типа хорошие типа моментов мы реально хэппи-энд герсерке но не мог он хэппи-энд сделать к сожалению не себе не нам вот поэтому да ну да ладно короче но так вообще берсерка и советую хотя бы ну хотя бы начала почитать именно старый девушек либо тоже вертгруппы а нихрена блин это вообще круто кстати короче да песня топ песня топ дальше же поп снова также дорама о как-то помер это кто ну этот как его зовут то берсерка рисовал автор манги да но ему там был и по моему сколько ему там 70 80 более вроде старенький уже был просто там все все шутили что блин сейчас он типа он делал он просто фишка в том что он по одной главе в год выпускал 1 глава в год и все таки блин смотри там дед не помри а то как же мы с берсерком незакончено останется а он реально взял да помер и все ну типа все помню охуели с этого и все таки типа вот мы вроде ромбуро фили а он реально умер типа и чё делать чё чё реально делать не закончена берсер так какой-то короче его суперзнакомый который знает продолжение которому он доверял вот вроде как рисует дальше сейчас вышло но уже немножечко не то конечно но в целом целом как бы хотя бы как ладно мы эту пачку кстати мы сейчас заканчиваем судя по всему а тоже этот остров вольда ты там закинул кстати спасибо за дом давайте мы сейчас еще остров вольда найдем остров вольде закончим так понимаю вот это тихо у вас товар будет жесть и кинуть всему ну и хорошо закончим на жести но пока что пока что да же поп а я уже скопировал даем живу посмотрим это посмотрим жесть и в принципе будем заканчивать наконец-то потому что нормально себя не сиделись очень я бы сказал нормально ну и поехали смотреть опять тоже за рампаги рампага для откуда это рампаги с дота да это пошло от проколюхами рампэйдж from exile tribal swag and pride поехать многие хорошо послушали же и попа наконец но не на самый конец на самый конец у нас припасено припасено что-то тяжелеватенькое от остров вольда называется это все вот так дед сумма ну конечно моткора что ты еще мог посоветовать в плане по большему счету вот опять же то что я рассказывал типа каждый комментатор советует вот кто-то прям годноту советует кто-то еще что-то еще вот остров в основном моткорчик про мне закидывали прям мощники так что я не удивлен не удивлен что это моткор мы сейчас закончим на моткоре я начал единственно удивлен что он идет все две минуты моткор на две минуты от кэш интересно обычно они любят растягивать а сама сама тоже за что ну да ладно то короче ребятки все тогда потихонечку заканчиваем и сегодня прям ну засиделись нормально и послушали дохрена всего разнообразного прям очень кайфово так что давайте закончим на какой-то ультра жести как всего сегодняшнее слово дня возня вот судя по всему на вот на возне мы и закончим но так как это мотков я думаю это будет балдежная возня них из трек на 10 минут почти вот его не надо пожалуйста вот моткор на 10 минут я не выдержу вот вот на две прям самая пока и короче поехали поехали слушать последняя реакция на сегодня и видел такой же как стрек это уже на следующие стримы готовьте донаты бас утром мощный стать смогу я уловить ритм правда что делал тут я потерялся это понятное пошло да вот понятное мне бесит что артефакты эти появляются я хочу обновить видос типа чтобы не было артефактов но я понимаю это это фишка видоса звучит прикольно но моткорчик до жиры такую моткорчиком похоже на этот что не дан за экстраваганзе вот его чувака вот что ты из той серии понеслась но сама жалко даже трекдовин есть я понимаю у них все треки в таком стиле с этими артефактами ладно круто спасибо спасибо за дед с ума и рублемеш так и на этом пачку вот эту донатную мы заканчиваем все прекращаю запись тогда тут я думаю ничего говорить про эту группу не надо это прям моткорчик в хорошем понимании этого слова мощный жирный моткорный долбанутый все как нужно таким же долбанутым видосом также побалдели от моткорчиком и запись